с давних времен у канала л.д. имеется традиция приглашать провести один из своих видеороликов специальных гостей будто аниме блогеры фандаберы и люди непосредственно связанные с созданием и освещением визуальных новелл с вами тернокс с канала тернокса и химаре и сегодня именно мне выпала честь продолжить столь любопытную традицию чтобы в рамках еженедельной рубрики дайджест недели рассказать о том что творилось в индустрии визуальных новелл за последние семь суток устраивайтесь поудобнее мы начинаем первым делом стоит обсудить так называемый релиз шрёдингера вернее релиз не релиз коллектив вечер link steam на минувшей неделе представил полную версию первой главы своей визуальной новеллы game no game однако то что произошло далее лишь подтвердила всю ироничность ее название для начала давайте просто вспомним о чем повествует данная игра не игра главная героиня студентка старшей школы хирами казала всеми силами пытается возродить кружок юных любителей паранормальных явлений но сталкивается с непониманием со стороны окружающих впрочем это лишь часть той тайны что предстоит узнать членом клуба ведь параллельная реальность это не игра остальное отражено в названии 21 числа было объявлено о релизе первой главы game no game но практически моментально из-за кучи ошибок и багов ее убрали из публичного доступа пообещав выложить исправленный вариант чуть позже возможно на момент публикации данного выпуска сборка снова доступна поэтому будем следить за развитием событий а вот что все-таки увиделось свет бесповоротно единогласно это обновление новеллы tris zois три судьбы редакция лд давненько не касалась темы данного проекта о чем искренне сожалеет поэтому я постараюсь устранить это недоразумение за последние полгода игра от флайнг фэнтези появилась в steam несколько раз обновилась а также заглянула на популярный зарубежный тематический форум lemma софт где была встречена весьма благосклонно сейчас пролог максимально приближен к тому идеалу который задумывался самими авторами попутно пишется сценарий первой главы и создается контент к ней на днях к слову было запущено голосование за новый игровой шрифт прежний вариант многие читатели назвали тавтология нечитабельным по предварительным итогам опроса уверенное лидерство сохраняет хибар экстра лайт который не бросается в глаза и не вызывает весомых трудностей при воспринятии текста на экране надеемся авторы смогут найти компромисс данной ситуации а ссылка на демоверсию трех судеб будет ждать вас в описании не забывайте также про новеллу мирт которая вернулась steam спустя несколько месяцев после блокировки модераторами игра представлена практически в неизменном виде не считая пары приятных исправлений приобрести ее если вы этого не делали ранее можно по ссылке в описании противном случае последуйте совету авторов и просто поддержите их материально чтобы новые проекты выходили как можно чаще едем дальше выпуск назад диктор алина шульц рассказывала о новелле сакома которая находится в разработке уже как минимум два года и при отсутствии какой-либо конкретики о сюжете может похвастаться неплохой графикой разработчики из green scorpion studio внесли некоторую ясность относительно своей истории поблагодарив редакцию л.д. за упоминания и пообещав внести ее в титры грядущего проекта если про часть с альтернативным крымом все было очевидно то вот что можно узнать про сюжет теперь главный герой едет со своей младшей сестрой отдыхать на юга причем не по своей воле а потому что так решила его матушка захотевшая наладить жизнь со своим бывшим супругом один из сюжетных актов игры пройдет в пути находясь в электричке мы будем знакомиться с интересными пассажирами и даже сможем обрести свою любовь скорее всего это можно будет лицезреть уже в демо версии и обещают презентовать к осени что ж ждем разработчики нового little green girl поделились графиками того насколько активно продвигается разработка контента для основных веток 28-дневной истории вступительная часть закончена целиком без учета звуков по самим же рутам за год изменились объемы работы так что оценивать прогресс довольно сложно тем не менее увидеть прогресс создания контента для каждой ветки вы можете на диаграммах что сейчас появились на экране nordic scream studio по случаю 250 подписчиков запустили конкурс фан-арта с героями своей новеллы тысячи дней спустя прием работ продлится до 31 июля в качестве главных призов 3 4 и 5 тысяч рублей рисунок от одного из участников команды и еще по тысячи для пяти работ призеров зрительских симпатий для участников нет строгих рамок по теме формату и стилю артов не считая одного требования до публикации финальной работы художники должны представить два этапных наброска чтобы у судей не было претензий насчет авторство больше условий конкурса в группе авторов нового по ссылке в описании несколько анонсов и релизов новелл steam о них максимально кратко игра рейд от творческой группы красавица и куку вышла 25 июня правда без поддержки русского языка это детективная история о человеке который спустя годы вернулся в родную деревню три камня и оказался в тянут целый ворох проблем в ранний доступ поступила новелла дмитрия санати во вселенной семь дней лета под названием your sky этот цикл из четырех историй о том как безымянный stalker поуждают по различным миром некоторое время назад вышла демоверсия первой главы новеллы история потери в которой рассказывается история персонажей ланы и намеки чуть больше подробности редакция л.д. публиковала в одном из январских видео дайджестов ознакомьтесь если интересно целиком новелла появится в steam не раньше июня следующего года тоха генсёка визитор проект от зарубежных разработчиков из 69 gate который выйдет 5 июля сразу на четырех языках в том числе русском история будет посвящена тому как рейму встречает в окрестных лесах таинственного странника ей нужно выяснить как и откуда он прибыл сюда и переправить обратно 31 августа будет доступна the kill of love согласно завязке которой главная героиня поступила в самый лучший университет своей страны и теперь надеется что сможет создать амулет удачи и использовать его для достижения личных целей или нет это юрий новелла с контентом для взрослых тремя любовными интересами и красочными артами и последний самый неоднозначный проект для разбора это kidnaped girl давно ходили беседы о том что автор манги трой холлман под копирку с плагиатил персонажей из одной манги так вот с тех пор они не утихли более того были предприняты попытки узнать с кого срисована девушка жертва главного героя который как уже ясное название ее похищает насколько для вас важен факт того что этот парень психопат является ярчайшим примером плагиата решайте сами и пишите мнение о ситуации в комментариях редакция lda и я в частности не одобряю действия персонажей и авторов данной новеллы поэтому не будьте редисками не воруйте персонажей не занимайтесь киднеппингом людей тоже лучше не воруйте переходим к блицу новостей руд кордели для новеллы а мне две вечности закончен и ждет переноса в код по такому случаю одна из художниц коллектива тома торо нарисовала арт с данным персонажем создатели игры под сенью шиповника показали фрагмент геймплея первой главы намечается что-то атмосферное и наверное даже драматическое но об этом мы узнаем лишь с наступлением зимы сценарий 4 встреч прошел редактуру впереди бета-тест и тонны фидбэка напомним что релиз полной версии намечен на 29 июля текущего года во втором эпизоде новеллы guilty parade можно будет исследовать казармы ночью это такой небольшой секрет от авторов также в рамках уже минувшего летнего фестиваля steam они ответили на вопросы подписчиков которых накопилось достаточно много но из-за запрета на агрессию и провокации ничего каверзного и неудобного там не найти что логично вполне стандартные вопросы по сюжету лору о персонажах планах и прочим почитайте на досуге мои бесчисленные миры вернее демоверсия игры теперь доступны на each а и о ранее в сборку можно было поиграть в steam в рамках уже упоминаемого летнего фестиваля а художница любныш представила главную героиню женской версии свои новеллы соль и мани в том виде как она будет выглядеть в глазах рита в первой главе его историк комментарии излишне просто наслаждайтесь этими яркими красками а на сегодня у нас все спасибо за просмотр данного выпуска все ресурсы р.д. а также ссылки на упомянутые в ходе видео проекты и новости в описании оставляйте лайки и комментарии ожидайте новые ролики на канале л.д. ну и к нам химари на канал обязательно заглядывайте до новых встреч и помните что все только начинается но мое бесчисленные миры оуу мош парень Субтитры сделал DimaTorzok